Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать и показать вам все те работы, которые я выбрала для вышивки в декабре. Уже упоминала о том, что хотела бы устроить такой, ну, возможно, в некотором роде марафон по вышивке именно новогодних, зимних процессов, чтобы как-то так настроиться на зимний лад. Больше такого новогоднего и зимнего настроения было. Немножко я уже не успеваю, потому что декабрь начался, первые числа уже прошли, но тем не менее. Да, я сейчас завершаю вот уже на финишной прямой моя, мой основной процесс это слоны от панны, скажем так, долг, который я не успела дошить осенью. Вот, поэтому скорее-скорее планирую его завершить, уже давно хочется видеть ту работу готовой, ну и, конечно же, хочется скорее приступить к вышивке этих самых зимних и новогодних процессов. Поэтому сегодня будет такое вступительное видео. Я вам покажу, раз, два, три, восемь. Восемь процессов я выбрала. Начнем мы с вами с трех работ, которые были моими зимними стартами в прошлом году. Сразу скажу, что размещу ссылочку на прошлогоднее видео. Кому захочется немножко поподробнее об этих процессах, о материалах, увидеть, собственно, первые грестики, да, то есть там собрано три старта в том видео. И как раз я решила, что будет здорово эти самые три работы опять достать. И, конечно же, в рамках этого зимнего месяца повышевать. И, возможно, не только в рамках этого месяца. Скорее всего, все эти работы со мной перейдут. И в следующий год я не буду уже их никуда откладывать, но потому что и так они долго лежали. А работы красивые, конечно, достойны быть вышитыми. Так вот, у меня таких своеобразных три прошлогодних зимних старта. Ну, конечно же, будут старты этого года. Ну, куда же я без них? Хотя не собиралась вроде бы, но одно за другим потянула. Поэтому, да, еще три новых будет зимних новогодних старта. И два процесса, которые у меня в разряде текущих, которые тоже бы хотелось повышевать. И вот как раз-таки их хотелось бы завершить. Да, сразу скажу, что никаких четких планов завершить этот процесс или вышить такое-то количество крестиков или повышевать такое-то количество дней нет. Ничего этого нет, ну, потому что я прекрасно понимаю, что зачастую все мои планы, они, ну, не только от меня зависят, да? И все это частенько летит тартарары. Поэтому не буду ничего загадывать, вот кроме двух процессов, которых мы с вами чуть позже подойдем. Это две работы, которые имеют все шансы быть вышитыми. И, собственно, вот это единственные два плана, два финиша, которые я себе планирую. В остальном полнейшая свобода. Не хочу никаких рамок. Я не знаю, будут ли это кубики, будет ли это вышивка по принципу просто. А вот хочу сегодня это, а завтра это. Ну, в общем, посмотрим. Следите за видео, и мы же вместе с вами разберемся. Ну, и давайте же скорее уже переходить к самим работам. Вы уже, я думаю, успели полюбоваться на тот процесс, который я хочу вам показать первым. В общем-то, это та работа, которая потом станет у меня основной. Вот я наиграюсь здесь в декабре со всеми этими процессами. С января буду переходить в более такой привычный режим, когда у меня есть один основной процесс, ну, и дальше там что-то дополнительное. Так вот, именно эта работа станет моей основной. Потрясающий красоты дизайн — это Santa of the Forest от Lavender and Lace. У нас сегодня вышло солнышко. Оно, конечно, потрясающе яркое, но немножко не вовремя к съемкам. Надеюсь, оно нам сильно здесь не помешает. Так вот, посмотрите, очень-очень красивая работа. Прекрасный дедушка, милый все зверята, которых он обнимает. Еще я просто обожаю вот здесь его свитер. Смотрите повнимательнее. То есть, с одной стороны, это может быть просто свитер, на котором вышит лес, вышит и небо со звездами, а с другой стороны, это может быть действительно как бы мир. Смотрите, всех зверей обнимает, все в мире, согласие. В общем-то, неспроста внутри объятий Santa там, так знаете, хорошо и уютно. Действительно, потрясающей красоты работа. Лицо у него прекрасное такое умиротворение. Очень красивый посох с металликом. Да, здесь из материалов, в общем-то, ничего необычного. Нитки мулины и золотистый металлик. Давайте немножко по цифрам. У меня есть перенабор, мне он понравился. Я сравнила с оригинальной схемой, никаких там особых косяков не заметила. Поэтому, конечно же, вышивая по перенабору так гораздо проще. Хотя, должна сразу сказать, что схема, в общем-то, несложная. Достаточно большие зашивки, достаточно большие участки вышивки одним цветом. Ну, ничего такого сложного. Итак, работа в целом большая. Практически 35 тысяч крестиков. Вот 34,920. Она действительно очень-очень большая. И за прошлый раз, скажем так, вот я сейчас даже вижу, что... Правда, у меня почему-то отмечено, что я вышивала в конце ноября. Ну, возможно. Возможно, это были не декабрьские. Возможно, это были зимние старты. Я уже не очень помню. Ну, вот, три дня я повышевала. В прошлый раз вышило 1272 крестика. Что составило чуть больше, чем 3,5% от всей работы. То есть, впереди у меня еще 33 650 крестиков. Это такое длинное путешествие. На времени придется потратить много. Но потрясающая работа. Действительно, это того стоит. Так, прячемся от солнышка. Давайте тогда чуть-чуть подальше. Красиво. Но здесь, в общем-то, пока крестик как крестик. Мне нравятся. Вот эти пропуски, да, вот много. То, что вы видите, это как раз будет потом золотистая. Ниточка. Единственное, насколько я помню, здесь есть еще... Да, ну, может быть, так на превью, наверное, вам будет сейчас плохо видно. Здесь разбросаны такие звезды еще. А, вот. Давайте я вам на схеме покажу. Вот здесь на схеме отлично видно. Так, прячемся. Я и так уже спряталась от солнышка. Постаралась все закрыть. Включила электрическое освещение. Но, видите, оно все равно пытается пробраться. У нас сегодня, правда, мороз и солнце. День чудесный. Вот. Изумительный. Так вот. Вот. Вам хорошо сейчас видно. Вот эти одиночки. Это как раз-таки и есть звезды. И они должны будут вышиваться металликом. Ну, так что посмотрим, что я буду с этим делать. Одиночки металликом. Это, конечно, не совсем то, чем я хотела бы заниматься. Ну, посмотрим. Бисер, не бисер. Разберемся. В любом случае, это будет уже потом, когда вся работа будет вышита. Нитки. Ну, нитки как нитки, но их много. Посмотрите, вот эти косы. Да, и благодаря тому, что у меня есть перенабор количества ниток, я как раз-таки выбирала согласно перенабору. Самодельные планшетки. Мне очень нравится. Это удобно. Здесь вот две с половиной получилось. Много цветов. Не буду сейчас смотреть, сколько. И вы видите, у меня здесь есть припаркованные прям сюда иголочки. Ну, потому что на три дня вышивали. Вот. Я, естественно, на раму ничего не стала натягивать. Мне кажется, даже чуть-чуть может быть здесь заметны следы. И я вышивала работу на пяльцах. И никаких дополнительных, как называется, органайзеров для ниток я не делала. Конечно же, сейчас я буду эту работу натягивать на раму. Вышивать буду на станке. Поэтому сделаю парковушку из утеплителя для труб. И, ну да, естественно, все вот эти ниточки обратно верну. Ну, просто, видимо, там были длинные остатки. Не хотелось их просто так выбрасывать. А эти нитки, они так и будут в таких косичках. Мне действительно нравится. Это очень и очень удобно. Ну, и поэтому сделать можно, собственно, какого угодно размера. Как может быть. Да, вот это я, по-моему, у ребенка прям какие-то картоночки забрала. Просто, чтобы поплотнее была бумажка. Так что вот так. Немножко мне нужно с ней поработать. Я имею в виду именно организацию. А так процесс уже полностью готов к работе. Посмотрим, кстати, как я буду вышивать. Вот, опять же, смотрите, насколько пока у меня вот здесь прямо бордовая получается накидка. Да, опять-таки, вопрос цветопередачи. А тут она алая. Но у меня, конечно, еще не все цвета здесь дошли. Алого здесь тоже достаточно много. Я думаю, что, может быть, это внутренние. Наверное, да, это все-таки больше внутренние вот эти части. А потом накидка будет более красная. Вышивать буду поэлементно. Наверное, продолжу как раз пока накидку. Потом буду потихоньку вот продвигаться. Тут зеленая волка, опять зеленый костик. Ну, в общем, посмотрим. Ладно. Как я буду вышивать, это мы с вами уже в процессе увидим. Собственно, это была работа номер один. Идем дальше. И дальше у меня будут игрушки от компании Жанлин. Вот, потрясающе красивые такие медвежата. Я вам сейчас показываю одну игрушку из девяти, которые я уже успела вышить. В свое время, когда я начинала этот процесс, этот набор уже давно снятый с производства, мне попался такой, можно сказать, баннер, на котором написано было «Come and celebrate with us, it's Christmas». По-моему, так там было написано. И вокруг было девять таких красивых медвежат. Надпись мне совершенно не понравилась. Медвежата понравились. Я решила именно их в качестве новогодних игрушек и вышить. А потом уже я узнала, что, оказывается, есть именно отдельный набор. Ну, не есть, а был. Он тоже, к сожалению, уже снят с производства. Был отдельный набор именно с этими медвежатами. Как раз-таки, как вышить предлагалось в качестве новогодних игрушек. Вышиваю по перенабору. Давайте тоже сейчас открою сагу и посмотрю. В прошлый раз я, по-моему, за один присест целиком, конечно, не смогла вышить эту мешутку. Ну, так или иначе, сейчас, как вы видите, она закончена. Да, так что одна из девяти готова. Так, и готова у меня 12,36%. Это я имею в виду сейчас все, конечно же, да, все девять мешуток. Осталось вышить на остальные восемь, да, приходится 13 300 крестиков. Ну, то есть, что где-то около полутора, да, чуть больше, чем полторы тысячи. Крестиков на каждого мишку. Очень-очень они красивые, посмотрите. С одной стороны, солнышко нам сейчас очень к месту, потому что здесь в крылышках есть крейник. Но я вот не уверена, что... В жизни, конечно, я вижу, как он хорошо поблескивает. Я не уверена, что камера даже с помощью солнышка сможет вам это передать. В остальном тут все достаточно просто. Ну, как просто, огромное количество четвертинок. Зато благодаря им очень красиво смотрятся все вот эти вот округлые, да, элементы. Все очень и очень здорово. Вот, прелестный просто ангелочек. Я в восторге. Да, несколько кропотливая. Кропотливая работа, я ничего не хочу сказать. Вот, но оно того определенно стоит. Какой же у нас будет дальше, Мишка? Давайте посмотрим. Здесь такой барабанщик, по-моему. Да, я так и буду вышивать по очереди. Следующий, Мишутка, барабанщик. Они приблизительно все одного размера. И, вы видите, у меня здесь... Это линда 101-го цвета. Так у меня... Я уже не помню, откуда. Но остался какой-то кусочек вот такой, видите, длинный. И как раз, посмотрите, здорово. Мишутка сюда помещается. Вот ровно на четыре элемента мне хватит этой работы. Можно было, конечно, где-то как-то что-то поближе. Но я не хочу. Знаете, мне кажется, вот она ровно так в четыре раза ткань складывается. Мне кажется, что вот это замечательные припуски. Потому что, ну, все-таки я плохо шью и оформляю. Поэтому на всякий случай пусть будет побольше. Мало ли что. Более того, я вам скажу, что у меня уже есть даже задняя часть. К этому я купила ткань. Так, сходила, достала. Думаю, что я буду вам тут пытаться сейчас на словах объяснить. Если все можно показать. Посмотрите, вот такую красивую ткань я уже купила на задник. И специально искала достаточно большой размер вот этой елочки. То есть, смотрите, да. Я буду вышивать. Ну, понятно, может еще тут что-то попасться по кругу. Оформлять буду в овальные пинк-кипы. И вот так вот, чтобы по центру была вот здесь вот одна большая елочка. Мне кажется, будет достаточно красиво. Подумаю, там какой шнурочек. Конечно, вот эта более бежевая такая ткань. Здесь пусть и не чисто белая, но тем не менее цвет яркий. Ну, я думаю, что будет хорошо смотреться. Мне кажется, это удачное решение. Так, что еще не сказала по поводу ниток. Ну, в общем-то, здесь все то же самое. Те же косички и много-много-много-много иголочек. Но пока... Но эту работу, конечно, я на раму натягивать не буду. Как я натяну такой маленький кусочек, буду вышивать на пальцах. Единственное, что, скорее всего, я сделаю все-таки нормальную парковушку. У меня там предостаточно дубко, чтобы вот этим вот всем не заниматься. Это, понятно, такое временное решение было, чтобы, опять же, не выкидывать иголки, да, не выкидывать эти обрезки ниток. Так что я думаю, да, просто сделаю дубку и буду продолжать вышивать на пальцах. Начинала я совсем на маленьких, помню, потому что хотела вот как можно ближе сюда расположиться. Но теперь-то мне уже не нужно брать совсем маленькие пальцы. Я вот подобрала размер побольше. Вот, четкие границы у меня, видите, вот этими складочками. Есть, так что отлично, вот так все подойдет. Я думаю, что будет очень и очень хорошо. Хотелось бы, конечно, хотя бы одного мешутку за это время вышить. Ну, посмотрим. По идее можно, да, сколько я сказала, не полторы, там 1600, где-то так, по-моему, крестиков получается. В принципе, можно хотя бы одну игрушку за декабрь вышить можно было бы. Так, это была работа номер два. И переходим к третьему процессу. Тоже очень-очень красивый. Обязательно его... Вы знаете, наверное, его стоит взять основным уже потом в январе, после того, как я вышью Санту. Потому что работа потрясающе красивая, но достаточно большая. Итак, это у нас «Дамское счастье», зимний сэмплер, превью которого, честно, ужасно. Просто ужасно. Хотя вы можете даже по такому ужасному превью можно сказать, что работа интересная, необычная, но вот в жизни получается намного-намного лучше. У меня вышит крошечный кусочек. Давайте я вам сейчас сразу покажу, что вышито. Так, чтобы все это не растерять. Посмотрите, я в прошлый раз успела вышить такой крохотулечный вот этот мандарин, апельсин. Ну, мандарин, наверное, все-таки новогодний мандарин, хотя вот так обычно режем мы именно апельсины. И вот кусочек надписи. Ну, посмотрите, какая разница. Какая просто колоссальная разница с тем, что есть. Насколько вот здесь все темно и невнятно. Вот эти вообще кажется, что одним цветом выше-то тут не особо понятно, что с этими тарелками. Ну, в общем, да, превью очень-очень такое чисто для информации, где какой элемент будет расположен. Получается шедевр. Я очень-очень довольна. Смотрите, какие огромные отступы. По-моему, я вам рассказывала, там эта ткань, естественно, это полный набор. Я вам рассказывала, что пересчитывала 125 раз. В нужном месте или не в нужном я вышиваю, потому что, честно, меня вот очень-очень пугают вот такие огромные отступы. Это как-то непривычно. Поэтому я думаю, что нужно как-то идти по углам. Дойти сначала вот до одного угла, вот так вот, убедиться, что я влезла. И дойти потом обязательно вот так вот до второго угла, тоже убедиться, что все у меня в порядке. Хотя, конечно, вышивать хотелось бы поэлементно, но это логично. Видите, как много, какой здесь большой разброс и какие интересные это будут элементы. Здесь есть пришивные кисточки. Вот эти вот кисточки у шариков и вот здесь у варежек. Все, что вы видите, это пришивное. Пришивные элементы. Пришивные элементы, вот эти полотенчики на превью, это вообще невозможно понять. А здесь есть отдельные, вот они были, отдельные кусочки светлого льна, на которых вышиваются эти полотенчики и пришиваются потом уже к самой работе. Я пытаюсь вспомнить, чашки, по-моему, вышиваются аппетитом. Часы и вот... Ну, я уже не вспомню какие, но какие-то элементы точно здесь вышиваются аппетитом. В общем, красота получится неописуемая. Мне почему-то кажется, что даже вот здесь вот эти вот кастрюльки, вот это все, это тоже вышивается аппетитом. Очень-очень красиво, мне безумно нравится эта серия. Осенний у меня тоже есть, нужно озадачиться приобретением оставшихся двух. Красиво, безумно красиво. Дверь, кстати, по-моему, тоже аппетитом. Ну, ладно, разберемся в процессе. Так, значит, вот он вышитый. Это тоже, конечно, по-хорошему все нужно. Лен достаточно, кстати, жесткий. Вы видите, не знаю какой, но подозреваю, что французский. Это же все-таки французский набор. Схема, ну, очень так себе. Я не нашла перенабор, но я сомневаюсь, что... Хотя нет, нет, смотрите, вот это не аппетит. Ну, в общем, ладно, будем с аппетитами разбираться по ходу. Здесь очень, не очень-не очень схема. Неудобно немножко вот это все по листам разбираться, где что, где как. Ну, да ладно, разберемся. Что-то на одном, что-то на обороте. Видите, здесь собраны... А, здесь собраны отдельно весь аппетит. Так что ли? Ну, в общем, я помню, что со схемы я долго пыхтела, сопела, пыталась все это собрать в какую-то вот логичную такую вещь. Я, в общем-то, поняла, почему не существует перенабора. Потому что никто не сядет колупать вот эту вот огромную кучу. Так что, ну, ничего, будем поэлементно, потихоньку как-то двигаться и вышивать. И нитки. Нитки, как они есть. Тоже, видите, ничего не разбирала. Но, опять-таки, знала, что буду вышивать вот всего ничего. Сюда же тоже запарковала остатки, чтобы не резать. Это все нужно привести, в общем-то, привести в божеский вид. Наверное. В общем, я не знаю, буду ли я менять вот эти сами картоночки. Я еще раз внимательно посмотрю. Я не очень люблю переписывать вот эти значки. Я вообще не люблю вышивать по значкам. Я люблю по цифрам. Мне так логичнее, приятнее, интереснее, понятнее. Но, в общем, в любом случае вот эти вот перерисовывать значки не люблю. Поэтому, не знаю, может быть, оставлю так. Но только сделаю, конечно же, парковушку. Надеюсь, что это хотя бы на самую большую раму эту ткань у меня натянется. Ее хватит. На пальцах не хочу вышивать. Сделаю, естественно, тоже из этого утеплителя для труб сделаю парковушку. Ну, а с этим разберемся. Посмотрим. Начну когда. Ну, конечно, совсем такая. Хотя бы косички надо было заплести. Я ничего не трогала. Видите, тут пучок вот так замотан. Это все как было в наборе. Я просто вот выдернула. Несколько ниточек вышила. Вот капельку хотя бы. Естественно, перенабора нет. Понятия не имею, сколько здесь крестиков. Но помню, что вроде как вышивала спокойно. Достаточно спокойно. Хорошая тут основа. Хотя, конечно, он очень неравномерный. Этот лен. Я имею в виду не размер крест. Крестки-то квадратные. Крестики хорошие. Но сам здесь посмотрите, какие утолщения попадаются. Вот это вот вообще. Сюда будет попадать крестик. Будет атас. Не знаю, видите, это точно не цвайгард. Это что-то французское. Тем не менее, набор классный. Стоит обязательно потратить на него время и силы. Я уверена, что результат получится потрясающий. Я у Инны Бродари на него насмотрелась, влюбилась. И обязательно теперь нужно вышить. И скатерть, кстати, тоже. Надо ее как-нибудь достать из небытия. И хотя бы начать вышивать. У меня потрясающе есть зимняя скатерть. Но пока руки до нее, к сожалению, не доходят. Так, на этом мы закончили три моих прошлогодних зимних старта. Так, про ссылочку я вам напоминаю. Пройдите, посмотрите, кому хочется поподробнее. А сейчас давайте, знаете что? Давайте возьмем те два процесса, которые я продолжаю. Да, процессы мои такие условно-текущие. Почему условно? Потому что, например, это снеговик, которого я вышивала в рамках игры в кубики. Давным-давно не играла. По-моему, летом я последний раз. Да, последний раз летом я вышивала. Вот я вижу след от новых пялец. Мне тогда подруга подарила. Классные. Особенно, тоже помню, говорила вам, что рада. Когда полностью работа в пяльцы помещается, во-первых, это удобно. Во-вторых, можно не бояться вот этих вот белых вот всяких штук, затертостей. Они уже совершенно точно на саму работу у меня не попадут. Итак, вот такой отличный снеговик. Я очень-очень люблю эту серию. Со временем все соберу и планирую вышить тоже целиком. Вот, замечательно. Что у меня здесь есть? Тоже есть перенабор. Аня, спасибо. Я помню, что это ты мне его нашла. Да, казалось бы, ну не умею я иногда пользоваться поиском. Бывает. Итак, что нам говорит перенабор? Целиком вся работа почти 6500. У меня вышито 2700. То есть осталось 3768 с половиной крестиков. Вот именно эту работу я бы, конечно, хотела видеть завершенной. Ну, понятно, здесь не только крестики, но еще и бисер. И понятно, что не совсем уж мало. Вот один мешутка, да, на полторы тысячи. Это точно будет легко. Ну, а вот целиком этот снеговичок, ну, буду очень стараться. Действительно, эту работу хочу финиш. Помню, что вышивала по цветам. Это тоже прям на, как это сказать, на убыль. Да? Это тоже было очень удобно, достаточно быстро. И еще я, знаете, что только что вспомнила, что у меня был какой-то косяк. Ой. С цветами какого-то оттенка не было в наборе. И что-то из синего. И я должна была его купить. Но я надеюсь, что я его купила. Тут пока вот ничего не могу понять. У меня вот так все в папке лежат. Видите, вот разобраны эти цвета. Бисер пока не разобранный. Но я его не особо... Давайте посмотрим. Вот у меня коврик тут лежит. Бисер я обычно не разбираю. Потому что, по крайней мере, пока вышиваю. Очень удобно. Прям так высыпала. И все бисеринки здесь, собственно, всегда видно. Вот. Красивый бисер. Много разного, по-моему, размера. Нет, разного-разного размера. Тоже есть крупный, есть поменьше. Вот. В общем, красивая работа будет. Рамочка, конечно, просто потрясающая. Надеюсь, что все у меня получится. Здесь уже достаточно всего вышито. То есть, есть на что опираться. Я помню, что тогда выбирала цвета, знаете, по принципу. Начала я, по-моему, с красного, чтобы у меня четко уже такая рамочка прорисовалась. А потом я выбирала цвета по количеству времени, который я могла уделить работе. Или там кубики, сколько мне подсказывали. То есть, искала, допустим, вот мне нужно 300 крестиков. Я искала цвета, 300 крестиков. Нужно 500, искала на 500. А сейчас, я думаю, что уже достаточно всяких ориентиров здесь вышито. И я просто пойду, как обычно, от самого большего к самого меньшему. Но самое большее-то точно будет белый. По-моему, я уже смотрела, что-то около 700. Кажется, 700 крестиков. Вот здесь нужно будет повышевать. Ну что, держим кулачки, пальчики. И будем надеяться на то, что эта работа точно будет у меня финишем. Идем дальше. Вторая работа, которую тоже я хочу увидеть завершенной. Потому что это мой бедный несчастный снеговик. Еще один. Смотрите, вот такая у меня папка. Так, сейчас, чтобы и штатив не сбить. И чтобы поскорее достать. Потому что здесь много-много всего лежит. Это мой фетр. Мой фетровый набор от Буцилла. Ну, не набор, а проект. Я вышиваю сама. Шью сама по картинке. У меня получается классный снеговик. Но пока, как видите, это такая расчлененка. У меня есть отдельно голова и есть туловище. Посмотрите, как классно пайетки блестят. Они даже вам, вот даже вам на камере, они блестят. Вы представляете, что в жизни происходит? При том, что вот эти голубые пайетки, они... Ой, я не знаю, так получится вас увидеть. Они не... Как сказать-то? Они глянцевые, да? В них нет вот этих вот... В красных есть вкрапления, вот как слюда. А вот в этих нет. Но вот эти на камеру сияют даже сильнее. А красные очень классно сияют. Ну, не только красные, а вообще, в принципе, вот такого типа пайетки. Они хорошо сияют, когда гирлянды включены. Когда рядышком висят гирлянды. Получается очень здорово. И даже беленькие. Ну, нет, вот вам хуже. Вот белые и красные, они оба со следой. Вам они сейчас хуже блестят. А голубые лучше. Ну, любуйтесь тогда на голубые. И, в общем, вот так задняя сторона у меня выглядит. Вот так. Да, здесь я тоже заморачивалась и сделала ему вот такую шапочку. Я не хотела, чтобы оборотная сторона была просто какой-то однотонной. Значит, мне нужно пришить ему ручки. Собственно, превью я же вам должна вставить. Давайте вот сюда куда-нибудь сбоку. Превью набора, с которого я это все шью. У меня остались ручки и кусочек шарфика, который будет, собственно, вот так вот совмещать. Ну, закрывать вот этот стык, да, между головой. И тула еще. Мне нравится то, что получается. Особенно мне нос нравится. Ну, и какая классная морковка. Здорово получилось. Бисер здесь тоже очень к месту. Встал, все хорошо делится. В общем, я довольна. Я довольна тем, как все это получается. Но вот не довольна тем, что так надолго все это у меня отложилось. Нужно просто сесть и дошить. Это работа действительно одного дня. Получится очень классная игрушка. Я не собираюсь отказываться и в дальнейшем продолжать заниматься этим набором. Мне по-прежнему нравится елка и пингвин. Все материалы у меня тоже есть. Все подготовлено. Ой, ну что. Буду ждать, когда попадется подходящее время для того, чтобы этими работами, этими процессами все-таки заняться. И фетровые, собственно, наборы от Буцилла тоже лежат и ждут, когда же, когда же руки до них дойдут. Ну, вот пусть в этом декабре хотя бы снеговик уже будет готов и точно будет висеть у меня на елочке. Будет еще одна новогодняя игрушка. Классно. Я довольна. Довольна всем, кроме скорости, с которой я все это делаю. Так, и переходим мы теперь к моим стартам. Сейчас я поближе подвину. Ну, первое, то, что я вам хочу показать. Вот так. Здесь у меня собраны материалы на маленький-маленький наборчик. В журнале Just Cross Stitch за 98-й год. Это были... Это выпуск с... Как они называются? Орнаменты. Орнаменты это на английском. С новогодними игрушками. Вот. Выпуск с новогодними игрушками. Я увидела там дизайн от Sheffield's Bush и не удержалась. Он такой гласный. Там это такая миленькая овечка. Кстати, вот посмотрите превью в журнале. Оно не так, чтобы уж очень четкое и понятно. Я поэтому вам еще покажу. Я сделала, конечно же, перенабор. Ну, что там делать? Не 10 минут посидеть. Покажу вам именно перенабор. Мне кажется, что так... Скрин, да? Да, вот схема. Так будет видно гораздо-гораздо лучше. Такая миленькая овечка. Она такая прекрасная. Такой вот этот пастух. Замечательно. Еще мне так понравились ниточки. Вот смотрите. Я как раз закончила все раскладывать. Смотрите, какие красивые цвета. У меня здесь не хватает одного оттенка. По-моему, что-то как-то тоже более темно-серый, что ли. Ну, я не помню. Тут так мало вышивается крестиков, что я не буду ничего, естественно, не покупать и ничем заморачиваться. Я просто подберу... Давайте чуть поближе. Подберу то, что у меня есть из запасов похожие. А все остальные... Ну, посмотрите, какая классная. Такие классные цвета. Я думаю, что получится все очень и очень здорово. Наборчик крошечный. То ли 460, то ли 490 крестиков. В общем, точно до 500. Это действительно такая работа одного дня. Я уверена, что у меня все получится. Кусочек... Мне кажется, что это как раз остаточек от Санты. Когда я отрезала Санта оф де Форрест, потому что это похоже по размеру. Вот надо подписывать. Надо все кусочки подписывать, но мне кажется, что это Белфаст. Цвет точно 52-го. Судя по размеру, это именно Белфаст. Работа получится маленькая. 5 на 6, по-моему, или 5 на 7 сантиметров. Маленькая-маленькая новогодняя игрушечка. Я уверена, что это, кстати, тоже у меня будет финиш. Ну, потому что совсем уж такую-то малышку я точно смогу сделать. Тогда у нас что получится? Тогда у нас получится 3 финиша. Но тоже, кстати, классный. Будет очень хороший результат за декабрь. Да, и этот же процесс, он у меня тоже будет учитываться в моем годовом проекте. Год в стиле примитив. Замечательная, милая схема. Получится хорошая игрушка. Так, дальше. Сейчас я просто соберу, а то точно все растеряю. Пока никаких других новых процессов не будет. Поэтому я, естественно, ничего не буду делать. Ни органайзер, никакое. Прям так, с моточков все буду брать. Ну, что тут? Ради скольких тут? 100 крестиков? Устраивать какой-то органайзер? Конечно же, нет. Так, поэтому это все. Отправляется ждать своей очереди на старт. Еще один старт. И тоже новогодняя игрушка. Я в восторге от оленя. Особенно после того, как я его сделала. Я уверена, в скором времени видео, ну, может, не совсем в скором, но выйдет, в общем, видео с моими оформлениями. Так что посмотрите. Получилось быстро, легко, просто здорово. Поэтому я подумала, что я хочу еще один старт. Давайте вскроем. Так, ну все, набор открыт. Я тут просто сразу нашла иголочку, чтобы точно ее нигде не потерять. Итак, елочка. Очень красивые нитки. Примерно похожая палитра, как и была в олене. Кусочек канвы. И, собственно, давайте посмотрим на саму елочку. Ну, многим вам известно очень это серия игрушек. Они мне все очень-очень нравятся. С удовольствием буду вышивать. Уже точно знаю, что вот здесь пущу металлик. По-моему, его в наборе же нету. Нет, в наборе его нет, как и в олене. Но обязательно вот эту гирлянду сделаю металлической. Заодно будет такое перекликаться. Вот эти игрушки. Я уверена, что в каждой игрушке из этой серии есть, куда приделать немножко металлика. Будет здорово. Красивые подарочки. Достаточно простая, как мне показалось, схема. Снежинки такие же, как на олене. Надо не забыть, что они наверняка здесь в одну нитку шьются. Они как у меня. Или в две, я там четыре вышла. Но не важно. В общем, нужно быть повнимательнее к снежинкам, потому что в олене я немножко напортачила. Так, и я, конечно же, тоже нашла сразу перенабор. По-моему, около двух тысяч. Сейчас я вам скажу. Да, 2025 крестиков. Вот. Это точно не будет финиш декабря. Я думаю, что я не успею. Но достаточно большую часть этой работы. Может не больше, но может половинку. Не важно. Хочу попробовать тоже вышивать по цветам. Один из зеленых. Ну, это логично. Здесь является тем цветом, которого больше всего. Так что с него начну. А дальше уже немножко придется, конечно же, посчитать. Куда же без этого. Но зато потом уже можно будет легко ориентироваться. И, в общем-то, все подряд вышивать. Замечательная работа. Да, я думаю, что получится очень-очень красиво. Так. Это тоже собираем аккуратненько. Чтобы не потерять особенно иголку. И у нас с вами осталась последняя работа. Последняя работа и последний старт. Так, это что-то тоже от упаковки. Последний старт, который у меня в этом декабре будет. И это бисер. Золотые ручки. Набор Зимушка. Набор, на котором я хочу попробовать заменить основу. Все эти наборы, золотые ручки, по крайней мере, раньше, они всегда комплектовались Айбей. Сейчас я достану. Я боюсь, чтобы все у нас тут... Видите, сколько всего уже подготовлено, чтобы все это не посыпалось. Все. Убрали шуршалки. Так вот. Раньше все наборы золотых ручек укомплектовались Аидой. И очень много вышивальщиц. Все вышивальщицы делились на два лагеря. Кто-то говорил, что фу, криво. То есть бисер туда не помещается. А кто-то говорил, да нет, все прекрасно, надо вышивать, значит, на том, что вложено. Я уже начинала от золотых ручек набор под названием «На даче». У меня вышит небольшой кусочек, и я в процессе вышивки, у меня постоянные стороны в сторону. То мне кажется, что криво... Ну как, мне не кажется, это действительно криво. Бисер, некоторые цвета в размер вот этой вот 14-й Аиды, они не вмещаются. Поэтому действительно это объективно криво. Просто в некоторых моментах это сильно заметно, в некоторых не сильно. Я вышивала, думала, то ли оставлять, то ли не оставлять, оставлять, не оставлять. Зайдешь в, допустим, ВКонтакте в золотые ручки, они выкладывают очень много отшивов, выкладывают хорошие макрофото. То есть прекрасно можно видеть, что и у других вышивальщиц бисер лежит криво. То есть это не вопрос моего непрофессионализма, это не вопрос того, что я не умею вышивать бисером. Это просто факт того, что данная основа под бисер не подходит. И, как бы, послушав вышивальщиц, сейчас золотые ручки выпускают два вида наборов. Один по-прежнему с этой самой конвой, а второй, он идет там совсем-совсем каплю дешевле, но действительно не в конве дело. Основная стоимость этих наборов это, конечно же, бисер. Так вот, второй вариант есть просто без основы. То есть у вас есть схема и бисер. Основу покупаете такую, какую хотите. И подавляющее большинство вышивальщиц, кому не нравится, у меня все сползает, кому не нравится вышивать на Аиде, они переходят на 25-ю лугану. Я постараюсь сейчас найти и вставить вам фотографию. Это было сохранено из какой-то ветки обсуждений. Я не знаю, чье это фото и какой конкретный набор оно иллюстрирует, но это точно набор от золотых ручек. Один и тот же участок схемы вышит на разной основе. Посмотрите сами, увидите разницу. Я думаю, она просто невооруженным глазом видна и сразу понятно, о чем я говорю. Поэтому я решила попробовать. Тот набор у меня пока так и есть. Вот насколько он начат, такой он и остается. Я купила кусочек, ну, собственно, тут нет смысла особо показывать и доставать. Это просто белая лугана. 25-й каунт. Он чуть крупнее, плюс, естественно, сама основа мягче. И на ней бисер должен лежать гораздо-кораздо ровнее. Очень на это надеюсь. К тому же ту работу я вышивала на раме. Эту я хочу попробовать вышивать на руках. Ну, опять же, надеюсь, что все получится. Понятное дело, что заканчивать я ее не планирую. Она очень, ну, она не очень большая. Почему, кстати, эта работа? Потому что она самая маленькая из всех, что у меня есть. У меня достаточно большой запас есть бисерных наборов. Мой супруг за несколько лет и на несколько праздников меня обеспечил вполне приличными запасами. Но вот я выбрала самую-самую маленькую. И, как видите, очень здорово она оказалась зимней, что вполне вот сейчас подходит под мой такой марафон. Получится работа 38 на 20 сантиметров. То есть такая достаточно узенькая панелька. 37 цветов бисера здесь используется. Но давайте я попробую сейчас что-то из цветов достать. Так, это тоже пока сюда. Просто сейчас я боюсь, что скользкий очень стол, и все разъедется. Вот. Иголочка тоже, чтобы не потерять. Но я думаю, что, конечно же, когда я буду начинать эту работу, будет отдельное видео. Мы все с вами посмотрим внимательно. Весь бисер посмотрим. Очень красивый. Жемчужный такой. Голубой. Все разберем. Правда, бисера... Было, конечно, где и побольше в работах, которые большего размера. Но и здесь его тоже прилично. Так, все я высыпала. Все. Серенький матовый, стеклянный, жемчужный. По-моему, только хамелеонов я здесь не вижу. Вот там, где дача, там был такой цвет хамелеон. Здесь я такого не вижу. Но, тем не менее, цвета, вот даже так, на первый взгляд, очень и очень приятные. Что у меня здесь еще лежит? У меня лежат две нитки, которые я покупала специально для того, чтобы вышивать бисерин. Но я понятия не имею, какая из них какая. Нужно найти видео и посмотреть вообще, что у меня там написано. Подозреваю, что вышивала я вот этой ниткой, потому что, видите, она закреплена. Вот здесь кусочек вот так торчит. Это отличный лайфхак, если вы вышиваете какой-то или такой ниточкой, или мононитью. Если у вас что-то куда-то постоянно путается, то очень удобно катушку положить в такой дип-пакетик, вытащить вот так вот край, и эта ниточка, она прекрасно вот так вытягивается. То есть не нужно ничего никак там открывать пакетик, доставать катушку, прям шить можно оттуда. Поэтому, скорее всего, я шила вот этой ниткой. Плюс у меня есть вот такие ценники. Они мне нужны для того, чтобы подписывать. Так, сейчас, если я достану, мне оказались далеко. Подписывать коробочки. Так, как это все сделать? Лежать. Вот такие у меня есть коробочки. Две штуки, потому что в одну не помещается. Вот, знаете, какая люстра. Как сияет люстра. Ну ладно. Смех смехом. Вот такие коробочки. Я сюда буду пересыпать бисер. Понятно, что цвета, которых много, они все, естественно, сразу не влезут. И сюда наклеиваются ценники. На ценниках рисуются, пишутся номера бисера. И я рисую символы, которые используются в схеме. Очень удобно. Хоть я и вышивала совсем мало. Один небольшой кусочек на всего лишь одной работе. Тем не менее, вот такая организация мне показалась очень и очень удобной. Я забыла. Когда-то я считала, какой здесь получается размер. Здесь потому, что этого, по-моему, не написано. Нет, не написано. Только написано, что включает в себя набор. Есть размер вышивки в сантиметрах. Что же у нас получается по схеме? 100. Ну-ка, давайте, интереса ради. 200. 200. Ну, практически 210 на 110. Вот. Ну да, немало. Еще с учетом того, что это полная зашивка. Вот. Начать обязательно. Начинать буду обязательно. Я, кстати, думаю, а по какой же мне стороне по длинной идти вышивать? Или по короткой? Ну, если я буду вышивать по короткой, бисер будет не в ту сторону. Ну да, придется вышивать по длинной. Так по короткой было бы проще. Ну, ладно. В любом случае, о старте этого процесса точно будет отдельное видео. Ну, потому что там много о чем будет поговорить. И бисер поразглядывать тоже хочется. Вот это, мне кажется, красивый. Да, он какой красивый. Ну, конечно, да, в электрическом свете бисер разглядывать дело такое себе. Ну, очень красивый цвет. Так, ладно, я сейчас тоже зависна в этих пакетиках. Итак, здесь у нас точно будет отдельное видео со стартом. На все внимательно посмотрим. И, опять же, как и сказала, никаких четких правил, рамок, норм и чего бы то ни было я ставить не буду. Самая главная задача посмотреть, подходит ли основа. Потому что, если она будет подходить, тогда, естественно, работу предыдущую нужно будет распускать. И на все, в общем-то, все наборы нужно будет укомплектовать луганой. Но главное, чтобы было ровненько. Я потому что хочу ровненько. Понимаете, когда вышиваешь вот там деревья, я почему еще в своей той работе то нравится, то не нравится? Потому что у меня там кусты. Кусты, листья, как бы, ну, дерево и дерево. Тут то, что оно где-то что-то кривое, оно вроде как бы и не сильно видно. Но когда, мне кажется, здесь где-нибудь, ну, вот в доме, посмотрите, да? Ну, это же кривое окно. Оно должно быть ровное, а оно кривое. Да, столбы какие-то, ну, столбы тоже, ладно, там, допустим, столбы снегом покрыты, не особо сильно видно. Но вот по каким-то таким четким вертикалям, которые в строениях должны быть, видно, что здесь все криво. Даже на таком не очень хорошего качества превью. Вот, ладно, так, что я вам еще хотела сказать про этот набор? Собственно, все, основная его цель, главная цель этого старта убедиться, что основа, замена основы стоит того, ну, и, собственно, вышить, ну, хотя бы, хоть какой-нибудь кусочек, чтобы все это было не зря. Я думаю, что мне понравится, я надеюсь, что мне понравится. И тогда тоже где-нибудь после Нового года, не сильно забрасывая эту работу в долгий ящик, можно будет продолжить ее вышивать. Друзья, на этом все. Все восемь работ я вам показала. Надеюсь, что вам было интересно, по крайней мере, я с удовольствием их все выбирала. Я предвкушаю, какой интересный зимний декабрь меня ждет. Ну что ж, и вперед к выполнению поставленных планов. Большое вам спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok